Приветствую тебя, дорогой наш читатель. Сегодня наша с тобой встреча посвящена Библиосумеркам, которые ежегодно отмечаются и в нашем городе, и в других городах России. В этом году тема Библиосумерок посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Вашему вниманию мне хотелось бы представить выставку «Портрет», которая посвящена героям Великой Отечественной войны города Олексина и Олексинского района. Здесь вы можете познакомиться с нашими героями, непосредственно посмотреть их автобиографию. Также мне хотелось бы поделиться с вами интересными сборниками, альманахами, где представлены работы участников героического творческого конкурса, иллюстрированных эссе. И также сборники «Неизвестные герои Великой Отечественной войны». Здесь ребята, школьники, рассказывают о своих бабушках и дедушках, как они принимали участие в Великой Отечественной войне, об их подвиге, об их отваге. Восхищаются и благодарят их за мир, который они дали им. И еще мне бы хотелось поделиться с вами. В 2006 году, 6 июня, была выпущена газета «Олексинские вести». Здесь вы можете увидеть снимок ветеранов города Олексина и Олексинского района. Называется статья «Ты спасибо скажи посидевшему в битвах солдату». В развороте вы можете также непосредственно познакомиться с каждым из героев, прочитать его автобиографию, прочитать о его подвиге. У нас есть эта газета, вы можете познакомиться поближе с этой информацией. Продолжая нашу с вами тему, мне бы хотелось представить вашему вниманию выставку старшего абонемента городского детского филиала, которая называется «Подвиг их не забыт». Эта выставка посвящена непосредственно героям Великой Отечественной войны. Здесь вы можете познакомиться с художественной и документальной литературой. И также мне хотелось бы предложить вам и представить вашему вниманию вот такой вот сборник автобиографий героев Великой Отечественной. Называется он «Герои Советской Родины». Вот они вот именно вот такие. Здесь конкретно идет автобиография летчика. Эта выставка представлена для более тесного знакомства с автобиографией героев, которых мы должны помнить и чтобы помнили наши дети и внуки. Заканчивая наше с вами знакомство, мне хотелось бы прочитать вам стихотворение нашей олексинской поэтессы Валентины Денисюк. Стихотворение называется «Мамунент Победы в Олексине». Священный сквер на площади Победы, где павшие солдаты спят. Над изголовьями склонились ивы и ели их покой хранят. На памятнике в честь Победы вечным огнем звезда горит. Здесь с внуками гуляют деды, и дед о битвах говорит. Что победил солдат-герой? Он отстоял последний бой. Поднял в атаку целый строй, повел отряд весь за собой. Над изголовьями в связах скорбела мать о всех сынах. Склонилась в молитве вечной, с болью тяжелой и сердечной. Летит над светлой окою чудесный звон колоколов. Живи, свети, Олексин мой, ты защитил нас от врагов. Ты помни, внук победу нашу, мы не щадили жизнь свою, Чтоб сохранилась жизнь ваша, а ты храни свою страну.